Добрый день, дамы и господа, меня зовут Антон Ведешин, я технический директор и один из создателей первой в мире открытой операционной системы для 3D принтеров. Сегодня я расскажу много интересного. Многие из вас наверняка видели очень много примеров вещей, которые были созданы при помощи технологии 3D-печати. New Balance печатает обувь для спортсменов по форме их ноги. Францис Бетонти очень известный нью-йоркский дизайнер, он создает на печатанном 3D принтере одежду, также дизайн интерьера и так далее, и он использует нашу операционную систему. В удаленных месторасположениях достаточно важно получать модели, вернее объекты очень быстро и без затрат на логистику. Сейчас посылают 3D-модели в космос по e-mail, чтобы там можно было распечатать. Boeing и Airbus печатают части турбины для повышения эффективности и безопасности двигателей самолетов. Но печать не так проста, как нам бы этого казалось. То есть, скажем, ваш ребенок не сможет подойти к 3D-принтеру, нажать всего лишь одну кнопку и распечатать любой объект. В данный момент это не так легко. Для этого необходимо быть как минимум инженером в этой области и также знать ограничения данной технологии. Если у вас есть идея, то по сути весь процесс от идеи до физического объекта состоит из множества приключений, скажем так, и достаточно много различных проблем, с которыми люди сталкиваются. То есть нужно создать 3D-дизайн, используя Solid Modeling, то есть не, скажем, обычные какие-то CAD-программы, а более профессиональные. Следующим этапом нужно сделать так, чтобы эта 3D-модель печаталась для достижения высокого качества, потому что не все модели печатаются, я позже это объясню. Дальше нужно подготовить к производству эту модель, то есть нужно задать очень много различных характеристик, температур, выдавливания, материалы, чего угодно, то есть достаточно много разных параметров, которые нужно правильно поставить. И, разумеется, нужно найти 3D-принтер, на котором распечатать. Очень много есть фирм и мест, где это можно сделать, но все они отличаются между собой, и нужно знать точно, что вам необходимо. И, разумеется, вся цепочка, она, то есть на протяжении всей цепочки вам необходимо сохранить свою интеллектуальную собственность, то есть ваши права на детали и так далее, потому что он может быть вашим продуктом, который выйдет на рынок. Приведу простой пример из жизни. Я решил сделать держатель для наушников-проводов, это такая маленькая штучка, и я думал, что у меня уйдет минут 15-20 на все это дело, при всем при том, что у меня уже был опыт работы с Solid Modeling и печати на 3D-принтере. У меня ушло 6 часов, и основные проблемы были с тем, чтобы сделать стенки, скажем так, немножко мягкими или сгибаемыми, именно в тех местах, где мне это нужно, а не в произвольных. Существует очень много банков 3D-моделей, откуда можно скачать модель и распечатать, и, например, мои коллеги, они решили попробовать распечатать деталь для велосипеда, что на самом деле было тоже достаточно интересно, потому что вместо просто обычной распечатки им пришлось печатать 20, 30, 40 раз, потратить в общей сложности более 160 часов, для того чтобы получилась реальная педаль, на которую можно встать, на которую можно проехаться, а не просто, скажем, оболочка, которая рассыпется при первом же нажатии. И 3D-печать сегодня, она сравнима с компьютерами 40 лет назад, то есть очень много необходимо тратить, использовать людей для того, чтобы обслуживать принтеры и так далее. Не существует каких-либо единых платформ. Наша команда вместе с Сталинским техническим университетом и Центром инноваций Мектори разработала продукт, который позволяет обычному потребителю у себя дома печатать без каких-либо больших проблем или временных затрат достаточно качественные 3D-модели. То есть мы собираемся изменить этот мир к лучшему и воплотить мечту многих людей, то есть использование 3D-принтера, чтобы было достаточно легким. Была создана открытая операционная система для 3D-принтеров, которая по сути объединяет по всему миру 3D-принтеры в единую сеть, и люди смогут, даже не имея дома 3D-принтер, распечатать на каком-либо принтере сети. Также там есть достаточно большое количество различных тулов для того, чтобы можно было подготовить 3D-модель печати. Потому что на данный момент, скажем, нет единой программы, которая позволяла от процесса создания до самого последнего процесса печати по сути провести все операции только в одном месте. Также мы объединяем различные маркетплейсы или банки 3D-объектов, и разумеется, все это делается с защитой интеллектуальной собственности и по сути как бы без копирования деталей. Здесь на картинке вы видите, сверху показан обычный стандартный процесс, как происходит настройка или подготовка модели к печати. И ниже вы можете увидеть, как это происходит у нас в системе. То есть аппликашки можно, то есть грубо говоря, что-то похожее на Android, аппликашки можно выстраивать в логические цепочки, и они будут передавать выход из предыдущей в каждую последующую и так далее. То есть грубо говоря, составив правильную цепочку, можно распечатать файл на самом деле в один клик. И система настолько проста, что даже 7-8 летние дети могут в пару нажатий на экран распечатать желаемую 3D-модель. Один из единственных способов, как можно узнать, что что-то пошло не так, на домашних 3D-принтерах, это по сути сидеть, скажем, рядом или периодически на него смотреть и проверять, что все идет так, как планируется. Что на самом деле достаточно утомительно. Поэтому мы разработали такую вещь, как Live View, то есть можно в реальном времени следить за тем, что происходит на принтере, скажем, с мобильного телефона или с компьютера, если вы находитесь где-то далеко от 3D-принтера, хотя бы даже дома, а принтер стоит в офисе. На рынке 3D оперируют, разумеется, очень много различных фирм, которые уже десятилетиями производят 3D-софт. Лицензии обычно очень дорогие, сами программы достаточно сложны в использовании для обычного потребителя. Также, как я уже говорил, что нет единой программы, где можно было бы сделать все. Что делаем мы? Мы, по сути, стараемся объединить все эти программы на одной платформе для использования для, скажем, обычного рядового потребителя. Здесь вы видите стандартную вещь. Где-то 85% всех 3D-моделей в мире, они не предусмотрены для печати на 3D-принтерах, хотя изначально, казалось бы, есть все и замоделированы в 3D. И вы видите, что модели, скажем, ввиду того, что они были созданы определенными программами, или экспортировались, или как-то неправильно с ними обращались, они могут выглядеть очень странно. Также у нас в платформе есть определенные вещи, которые позволяют исправить 3D-модели перед печатью, подготовить их к печати. Также очень важный интересный пример, скажем, если вы представите себе 3D-модель дома, которая 100 на 100 метров. И если мы его уменьшим до размеров 10 на 10 сантиметров, и изначально, скажем, толщина стен у дома была полметра, то на уменьшенной модели толщина стенки будет в районе 50 микрон, что на самом деле достаточно сложно напечатать на домашнем принтере. Даже если взять какой-то сложный индустриальный принтер, который даже ее напечатает, то она просто рассыпется в руках. То есть она не будет иметь реального применения. Поэтому часть вещей, которые мы делаем, это автоматические алгоритмы для утолщения, скажем, стенок и для изменения 3D-объекта таким образом, чтобы он был печатабельный, и его можно было им потом пользоваться. Также 3D-принтеры требуют достаточно много, скажем так, нахождения рядом. Им нужно помогать, проталкивать пластик, еще что-то. И справа вы видите, как наша система печатает большое количество файлов, то есть она по завершении печати, она просто скидывает эти модельки с платформы. На данный момент это должны делать, скажем, люди. То есть после завершения печати нужно прийти, отодрать ее и поставить следующую. Достаточно важный аспект — это интеллектуальная собственность и защита интеллектуальной собственности. И так как 3D-принтеры становятся более доступными и скоро появятся в каждом доме, скажем так, скопировать и много-много раз распространять одну и ту же модель станет достаточно легко. И это одна из таких больших проблем, которые предстоит решить в будущем и которые мы пытаемся решить сейчас. Наша платформа позволяет авторам делиться или отправлять на печать 3D-модели таким образом, чтобы можно было указать количество штук, которые мы позволяем распечатать. То есть человек не может бесконечно много копировать одну и ту же модель, скажем, бесплатно или не заплатив за нее. Сейчас я расскажу, почему это важно, и потом я расскажу, как мы решили эту проблему. Значит, в эру бумаги, скажем так, скопировав чертежи какого-либо продукта, людям требовались бы до двух лет для того, чтобы подобрать технологии, найти завод, где производить, обучить людей, найти инженеров, персонал, и по сути они тогда смогли бы, скажем, скопировать чей-то продукт или украсть чью-то институционную собственность. В цифровую эру, когда уже появились компьютеры, кат-дизайны, то есть можно, скажем, сделать 3D-модель, но в данном случае 3D-модели в основном использовались для, скажем так, замеров, для высчитывания различных параметров, для симуляции и так далее. То есть напрямую из этих 3D-моделей не воспроизводились детали. И где мы находимся сейчас, это эра 3D-печать, и где достаточно высокие риски появляются, то, что, по сути, получив на руки вот эту печатаемую 3D-модель, которая в себе содержит все настройки, необходимые для ее производства, достаточно буквально до двух дней. То есть, по сути, тот, кто украл 3D-модель, он может выйти на рынок даже быстрее, чем та фирма, которая оригинально создала этот продукт. И многие фирмы этим обеспокоены. Например, если взять Lego, то в будущем, скорее всего, их бизнес-модель превратится в что-то такое, что, грубо говоря, они будут продавать интеллектуальную собственность или авторские права на какие-то наборы конструкторов, но, скажем, не продавать физически пластиковые детальки. И обычные потребители смогут печатать их у себя дома. И к 2018 году Гартнер предсказывает, что потери от 3D-печати в сфере интеллектуальной собственности будут более 100 миллиардов долларов ежегодно, что достаточно большая сумма. Мы разработали специальные алгоритмы, которые позволяют не украсть 3D-модель по пути на 3D-принтер. Скажем так, многие фирмы хранят и печатают 3D-модели, используя жесткие носители, например, USB-накопители, SD-карты и так далее. Посылают по e-mail, что очень небезопасно. Безопаснее использовать стримы, то есть потоковую передачу данных. Но эти потоки должны быть тоже безопасными, зашифрованными. А само шифрование должно быть достаточно хорошим, чтобы его было не взломать. Сейчас я объясню, почему, скажем, не подходят обычные стандартные способы, которые уже используются десятки лет в сфере видео и аудиоиндустрии. Грубо говоря, если человек слушает музыку или смотрит фильм, если пропустить, скажем, одну секунду звука или убрать несколько кадров, то в принципе ничего трагического не произойдет. То есть человек будет смотреть дальше, возможно, его такой экспириенс будет подпорщен. Но в случае с 3D принтерами мы не можем, грубо говоря, упустить из этого стрима даже одного байта, потому что это дорогое оборудование и, скажем, это точно повлияет на результат. В то же самое время, скажем, если в этом стриме подменить какие-то данные, в случае с видео и музыкой, человек и обыватель, он в принципе сразу поймет, что что-то пошло не так, и все, ничего тоже не произойдет. В случае же с 3D принтерами, скажем так, я думаю, что никто из находящихся в зале не хотел бы оказаться на самолете, при печати турбины которого, скажем, хакер подменил какие-то строчки вот в этом потоке, который шел на 3D принтер. То есть, по сути, стандартные технологии не подошли, нам пришлось придумать что-то совершенно новое, инновативное, которое защищало бы 3D дизайн, идущий на 3D принтер. И, по сути, мы создали такие алгоритмы, которые даже квалифицируются для военных, то есть можно абсолютно безопасно передавать данные со стопроцентной доставкой. И немножко объясню, как это работает. Если вы представите себе самый, скажем так, простой способ шифрования, книжный шифр, два человека, в данном случае утки, они при помощи книги кодируют какое-либо сообщение, передают это сообщение, и другая утка должна раскодировать его. Наша система работает немного похожим образом, но только немного, и используя клад-технологии. То есть мы, когда кодируем какое-либо сообщение для, грубо говоря, каждой буквы или части слова, мы пишем заново книгу, после кодирования мы ее сжигаем, и для других частей мы делаем все точно так же. При получении, грубо говоря, получатель должен также заново придумать эту книжку, вне зависимости от первого автора, расшифровать сообщение, сжечь книжку, даже не сообщение, а слово, сжечь книжку и перейти к следующему слову и так далее. И это происходит миллионы раз в секунду, то есть эти коды и шифры меняются. И мы назвали технологию живой матрицы, то есть при помощи облачных технологий мы можем добиться очень быстрого вычисления, и, скажем так, это такая структура данных, которая очень быстро меняет свое состояние. И так как это находится все на различных серверах, то есть хакеру необходимо взломать сразу, скажем, сто или тысячу серверов и в одну и ту же единицу времени получить данные с них, чтобы хоть как-то собрать воедино вот этот вот, скажем, стрим или кусочки этих файлов. И сверху видите пример обычной строчки, которая обычно передается на 3D принтер. Она состоит из координат, как должны двигаться моторы. И в нижней части слайда вы видите пример, как, используя нашу технологию, можно, скажем, изменить данные таким образом, что с ними сделать ничего было бы невозможно третьим лицам. И даже сам принтер, грубо говоря, минуту спустя, он не сможет расшифровать этот стрим данных, ну, скажем, предыдущий стрим данных, то есть заново проиграть один и тот же стрим на одном и том же принтере невозможно. Если мы хотим развивать 3D-печать, если мы хотим, чтобы принтер стоял у каждого дома, и мы развивали эту технологию не с точки зрения ученых и инженеров, а с точки зрения обычной повседневной жизни, обычного потребителя, нам нужно знать, как технология 3D-печати будет согласовываться с текущим, скажем, ритмом жизни, с обычными навыками людей и так далее. И когда-то этот путь прошли люди с компьютерами, создавая первые операционные системы для компьютеров. Мы хотим повторить этот путь и повторить его для 3D-принтеров, сделать печать простую и легкую, для обычного человека, не имеющего каких-то больших навыков. И этот путь пройдут, скажем, не только ученые, но и каждый из нас. Спасибо. Спасибо.